Субтитры делал DimaTorzok 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 Амур это абрикос Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кровокрасный Сюда 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 Вот посмотрите на это чудо Это ж умудриться не купить Вот то что вы сейчас угощались А эта старта она еще крупней Представляете умудриться не купить Такое чудо Не они не дешевые но Учитывая что рыночные Надо сразу выбрасывать А тут муравьи поедают Ну да это муравьи Ну да это муравьи но там тля да Давайте так по порядку На тебе муравьи В данном случае Подвойный Видите Это самая венгерка Вот ее любят муравьи Ее любят муравьи Ее любит тля Вот но Я их разделяю Стрею надо бороться опрыскал Муравейники надо беречь Но это уже тема другого этого самого Кстати венгерки муравьи не трогают Смотрите Это значит Китайка Подвойная Она не привита в данный момент Вот это китайка да Да ее надо прививать А венгерки смотрите Видели на ней ни муравьев ни тлей нету Написано чернослив А это из породы Это одна порода Венгерка это широкий класс Это все что Плоды Не круглые а удлиненные Как яйца Как увидели венгерка Но это примитивно По простому Потому что Если я начну сейчас Лекцию читать Вы сбежите отсюда Пойдемте Итак Посадки Желательно на В идеале вот такой склон Попробуйте найти больные листья Посмотрите на абрикосы Да Ну давайте пройдемте Эти абрикосы Они стоят еще почти на ровном месте Да Да нет Почему на ровном Посмотрите Не на ровном Вот Но главное их Вот здесь вот Учитывая наклон местности Ну согласитесь Градусы Градусы 30 есть 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 Да Это Солнце Самое жаркое Запада Вторая половина дня Ну чем не юг Ну чем не юг И посмотрите Как они растут Вот он Фаина Вот он королевский Снова Фаина Ну Где болезни А мы с каждой из них Берем по 20 По 50 веток Смотрите Вот это маточные деревья Специально для Вас То есть я отрезаю ветки И Сергей на прививку Отрезает ветки Вот А теперь внимание Я специально Вас сюда Сюда Привел Ну Узнаете Нет А вот Вот Считайте Это специальная Потому что я могу и придумать Вон Берочка Да Это Сувенир Сувенир А теперь давайте полюбуемся Какие на нем плоды Глядите сюда Это когда молодое дерево Смотрите Здорово Классные Классные Да Ну они на столе лежат Прямо сейчас Ешь Маша Будешь есть На Держи Вот такой вот плод Так Ну тут падают Вот такие вот Которые упали Я их на косточки пускаю Вот так Лещину видели? Нет Здрасте В банке В банке Да Да Вот она Вот родительское дерево Вот она Видите? Вот Это вода не почти Уже спелая Да Да Она сейчас упадет и все Так вот Когда я вам показывал банку Вы что-то спросили про посадку Объясняю Значит Я сам В детстве В украинском лесу Пастя Только там Это Тут тоже лещина Это Дикое орехо Лесное орехо Но где дикий а лесной Там называют Да Вот это же лещина Значит Осенью падает Приходит весна Вот такие росточки Мы ходим Дерг Дерг А Это самое Орешек сам еще только раскололся А мы голодные пацанва И щелкать не надо И щелкать не надо И тут же и в рот Вот это мне запомнилось навсегда Здесь получилось так Смотрите Первый Когда-то Это Дерево чуть ли не старое уже Видите уже Не первый в молодости Когда-то я его Взял Два Наобум Два места сфиксировал Ни одна не взошла Приходит весна Смотрю Вокруг все То есть догадались смысл? Все взошло само Без меня То есть Вы собрались купить Десять или двадцать лисин Да? В корешках Вот вы их по резюме Посадите Это мой личный опыт То есть То что я не садил Взошло То что я стрифицировал Посадил Ни одна не взошло Вот я вам ответил На ваш вопрос Угу Так Пойдемте сюда Что они вкусные? Смотрите Знаете почему она мертвая? Почему? Догадайтесь Я его искалечиваю Отрезаю ветки На прививку Вот это вот Молодежь Я ее еще не трогал Смотрите Вот Мало того Она ни разу не опрыскивалась Она никогда не поливалась Смотрите Вот Концы Немножко Тля загибает Да Муравьевы не найдете Здесь на ней Вот Связи прямой между Муравьевами и тлей Нет Они тоже любители Как мы Побалдеть Но муравьевы Здесь не найдете Видите? Вот Теперь так Пойдем что-нибудь Повкуснее Здесь уже Урожай собран Но Что-нибудь Мы все равно Обнаружим Что-нибудь мы Обнаружим Яблони Я показывал сто раз Груши я мало Показывал Так что мы Это вот груши Да Это груши Они загущены специально Нужны ветки Смотрите На данный момент Я сейчас вас угощу Вот это Память Яковлева А Не пробовали Это хорошо Есть повод Попробовать Давайте покрестим Какая упадет Слушайте Да вы уже Много знаете Оказывается Не падает Я туда угощал Некоторая терпка Значит Они все рано Ну да Они все крепкие Я боюсь Что вы разочаруетесь Она входит В первую пятерку Самых сладких Вот Зимняя груша Смотрите А сейчас я вам покажу Вот Она упала Ой бери то что упало Вот они зимние Так Груши однолетние выглядят вот так Впечатляет Впечатляет Мощь Плодик Плодик Он стоит допустим 20 рублей Вы его подняли А в нем пять Минимум пять зернышек Отборных Ну да Можно так сделать Вот и все Я немножко заработаю И вынем на кладе Вот Потому что это выгоднее Чем семечками брать Плодиками Так Ну-ка Мелбу поднимай Маша Ну это уже наверное Самая последняя Уже самая Самая А Марина у вас какая хорошая Там поздняя видимо Я одну съела А это ремонтантная А да Так Так Ну тут парочка висит Может еще гости будут А вот это вот квинти Суперсорт С Украины Видите как я калечу деревья Смотрите мертвая ветка Да Посмотрите на ней Синие эти Мазки Это я брал на черенки И замазывал Вот результат Это маточное дерево А красной краской мазали да? Да Только густой Масляная густая краска И плодок по-моему уже Для вас Не остался Она на данный момент Это мой лидер квинти Очень вкусно Круши вообще приятны Кроме А перед этим же видели фильм Еще говорит Что там я вообще Вообще классно Вот вкусно прям Вот Это которая упала Она вот сама Так возвращаемся Еще одну для вас сорваем Я потрясла А они там уже Ну Остались только Которые Которые Да возьмете Там доспеют Дома Как Говорил Папандопова Забирай все деньги Я еще нарисую Вот такие А вот она А вот она Вот она В этот сад И пойдем Какой Ну кто я Там А им пожалуйста Ты только дай команду Вот смотрите Сама почти упала Так И вот Тоже почти упала На Мама Приезжать вовремя надо Ну груши они летние Они отходят Так Давайте еще полюбуемся Черноматочный сад Который Надеюсь у вас когда то будет Итак Видите Яблонька Что он тут делает Растет Растет Она постепенно Будет выдавливать Отсюда Вот эти вот деревья Вот Я имею ввиду Питомник Я назвал питомник Кочующим Он уже Несколько раз Переезжал с места на место Ну вот смотрите Вот это уже однолетняя Пошли Там я вам двухлетняя Показывал абрикосы Привитые Давайте смотреть На однолетние Идемте сюда А это розмарин Ну я уже не угощаю Я оставил Как это Как рекламное дерево Вот это вот розмарин Ну крупные яблоки Ну Самое главное Мы их калечим И они умирают У меня умирают Долго Где-то лет Двадцать Вот С тех пор как пришла сюда Страшная беда Вы это в курсе что это? Вообще Не в курсе Насчет какой беды Дело в том что заболели И умерли За пару лет Сотни тысяч яблонь По всей этой Абакан-Минусинская Нет Абакан-Минусинская Анагорша-Шушенская Мы думаем что у нас яблони Ну у нас яблони Да Очень много Ну погибли в саду И погибли на даче Старые деревья Даже деревья Старые погибали Молодежь И вплоть до однолетних Вы бы видели когда Питомники у моего друга Это было страшно обидно Им еще года не исполнилось Они уже все были Желтого цвета Мертвые Вот Это такая дикая беда Пришла У меня этого нет Вот она молодежь И вон они взрослые Но дело в том что Самое главное Было две беды Первое научили людей резать Резать и резать и резать То есть улучшать якобы крону Хотя от природы она должна быть густая А это от природы Да Потом когда появляются плоды Она сама раз это Раскрывается Это по природе Нет Давайте мы все искалечим Отрежем ветки на которых нет плодов Вертикально они жируют Вниз смотрят Они не нужны Внутрь смотрят не нужны Полностью искалечатся деревья И реклама дичайшая Миллионы людей теперь Калечат деревья И сегодня и сейчас И все это умирает И никто нет Один на всю страну Вот Вы второй будете Да Нет Я не буду их резать Вот Вы не будете их резать И тогда Уже Если даже А эта болезнь Она оказалась Ее валят на грибы По инерции Грибы не виноваты Эта бактериальная болезнь Привезли саженцами С юга Вот И заразили И здесь уничтожены Даже наверное Миллионы То есть за несколько лет Исчезли крупноплодные Яблоки Во всех По всех Хакасии По всей Минусинской Котловине Центр этот Минусинской Вот так случилось И Второе что Люди То есть Умирали еще не сразу Но их Обязательно брали Секатор Пилу По абаканскому телевидению Показывает мужика Вот такая морда Саженцу Дерево лет десять Он Посреди зимы Стоит С умным видом Абаканская телевидение Показывает Республиканская Он отпилит Вот такие ветки Вот Лишние И говорит Замазывать не надо А смотрят Сотни тысяч Ну да Так Это у меня Наболело Это у меня крик души Пойдем дальше Вон венгерка Видите Но на ней уже нет плодов Вот Если вот Девочка сказала Хочу на тот участок Да? Пойдем на тот участок И будем угощаться Там еще есть что-то Ну в общем Посмотрели Да? Вот это вот Матышевые деревья Они постепенно растут Вот И вытесняют А вот эту молодежь А дальше ее садить некуда Земли не дают Даже вот такому участку Самому лучшему Питомнику России Ну придется тогда выкорчевывать Да какие-то деревья Ха! А вы не видели все фильмы Вас бы инфаркт бы хватил Если у вас Сердце нежное Вот Вот такой высоты До двух метров Штабель Этих самых Абрикосов Сожжен Такой же высоты Два метра Штабель Двух трехлетних Этих груш Сожжен И еще Жердели Шесть огромных Мешков Которые не купили Выкопайте Мы приедем И уже выкопанные Тоже попали в костер Стоили 200 штук Трехлеток Жердели Вот три случая По это Вот здесь Вот Вот здесь Вот Вот Ну а я Все о своем Значит Вы сейчас Купите у меня Ну уже купили фактически Значит Те самые Мондурские Абрикосы Абрикосы Сожжены под зиму Так они тоже все взошли Так получается Да Но И все равно говорю И Сергей так учил Две корзины с яйцами Две Половина так Половина так Если вы взяли 100 Восьмите еще 100 Не пожалеете Потому что лишнее Вы продадите Вот Очень большие потери И по Хакасии По всей России Не только яблони Это манджурцы Подвой Да это подвой В данном случае это подвой Вот они Ну а допустим А если на подвой Подсаживать веточки уже Это будет понадежней Чем Как понять подсаживать веточки Прививать ветки Допустим Вот на подвой Прививать ветку Академика Лучше веткой Ветку А не сеянец Допустим Они растут вместе Сеянец Манджурца И сеянец Академика И через год Я беру Отрезаю от академика И прививаю к манджуре Да у меня есть такой метод И хотите Если пару слов По WhatsApp Я вам вышлю прям статью Готовую Разжеванную На эту тему Вот я спрашиваю Или вот так лучше Или ветку лучше прививать От взрослого дерева Лучше ветку От взрослого дерева Потому что это надежнее Да Вот это вот Коты в мешке Да Вот Даже академик Любые Культурные сорта Это кот в мешке Вот они подвойные Угу Звучит